Уже сегодня экспертная среда наполнена самыми разными слухами о будущем нынешней каденции областного совета. Одна из версий, почему депутаты так долго не собираются на сессию, руководство опасается отставки, которую может инициировать оппозиция. В кулуарах областного совета активно муссируется тема руководства областного совета. Насколько мне известно, на уровне слухов, поделюсь, расскажу. Это то, что моя бывшая фракция оппозиционного блока, из которой меня исключили по политическим мотивам, вроде бы как лоббирует вот эту смену руководства в областном совете. Хотят, скажем так, свергнуть Анатолия Григорьевича Урбанского и заменить его Вадимом Николаевичем Шкаровским. Я считаю, что это одна из таких, наверное, больше идей фикс, чтобы показать зубы и, возможно, как-то торговаться. По еще одной версии, проводить сессию в период политической нестабильности – дело рискованное. Не назначен на постоянной основе губернатор, с которым обычно согласовывается повестка дня. Да и спешить особо некуда. Комиссии стабильно заседают, принимают решения, финансовые программы распределяются по округам. На самом деле, слухов огромное количество. Я думаю, что сознательно не назначается сессия до того момента, когда не будет понятно, кто глава Одесской Агановой. Потому что любая попытка сейчас провести сессию вызвала бы сразу шквал критики. Пока вот между властью хотят все поделить, раздеребанить и так далее. Ну, это бы точно крики по этому поводу были бы, поэтому абсолютно логично, абсолютно понятно. То есть, если в ближайшее время будет назначен новый губернатор, глава ОГА, то тогда с ним уже будет обсуждаться повестка сессии, как это всегда происходило между областным советом и губернатором. Ничего необычного не происходит, и такой подход к проведению сессии нужно менять, считают журналисты Ярослав Берендаков. Депутатские собрания раз в квартал, когда народные избранники обсуждают около ста вопросов, иногда засиживаясь до ночи, стали нормой. Таким образом, правящая коалиция, это прежде всего БПП, там доверяет делам, и какие-то остальные фракции или части этих фракций, делают это для того, чтобы максимально много собралось вопросов повестки дня, и тем самым непосредственно на сессии не оставалось бы время для детального обсуждения, для высказывания каких-то позиций против, критики, протеста, потому что у нас все сессии оба света на протяжении последних нескольких лет длятся целый день. Депутаты уставшие, они даже просто физически, у них нет сил что-либо обсуждать. А вот говорить о каких-либо новых политических альянсах на волне смены президента и грядущих внеочередных парламентских выборах пока что рано. Говорит экс-председатель облсовета Михаил Шмушкович, все может измениться за один день. Тут, возможно, любые союзы, любые договоренности, вот яркий пример, две части ОФО-блока, которые там еще всем недавно, разве что, только не плевали в друг друга, теперь объединяются. Там уже сегодня, ну вот буквально я говорил с депутатом облсовета, который рассказывает, что очень возможно объединение, доверяя делам и обоих частей оппозиционного блока. То есть слухов огромное количество, что реально будет реальностью, посмотрим, то есть все очень может быть. Виталий Хемий, Игорь Лапчевский, телеканал Репортер.